Привет, друзья! Это Макс и English Show. Сегодня очень важная тема — условные предложения в английском языке. Опять же, ни разу на нашем канале не было видео, в котором мы бы объединили все conditional sentences. Мы говорили, может, об одном, и он как-то очень стихийно иногда эта тема появлялась в каких-нибудь выпусках по песням и так далее. Но сегодня мы поговорим о всех основных условных предложениях. Для начала, что это такое? Поехали! Итак, условные предложения мы видим из их названия. Условия. Есть условия. Если что-то происходит определенным образом, тогда что-то другое будет. Они показывают связь между двумя частями предложения. Если вот это состоится часть или состоялось бы, тогда и случилось бы вот это. Эти связи между двумя предложениями могут быть либо конкретными, либо так происходит всегда, либо, наоборот, они могут быть воображаемыми и маловероятными. Сегодня мы поговорим о четырех основных видах условных предложений. Два из них, запомните, это нулевой и первый, они реальны. Ситуация реальна. Это может произойти, либо происходит вообще всегда. Первые два conditionals are real conditionals. Они возможны. Второй и третий conditionals, запомните, они нереальны. Эта ситуация невозможна, либо крайне маловероятна, либо это просто вы мечтаете. Это происходит только у вас в голове. Быды кабы, росли бы во рту грибы. Вот из такого, из такой оперы. Это второй и третий, они нереальны. Нулевой первый реальны, второй третий нет. Теперь давайте о них поподробнее поговорим. Вы на канале English Show. Если вы еще не подписались на наш канал, можете сделать это прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Дорогие друзья, эта тема довольно-таки сложная, conditional sentences. И если вам нужна помощь преподавателя в том, чтобы практиковать это все и довести до совершенства, до ума, вы можете заниматься с преподавателями в нашей школе English Show School. Ссылка на первое пробное занятие под этим видео в описании. Итак, первый conditional это нулевой. Перед тем, как объяснить его, я скажу вам, дорогие друзья, следующий важный момент. У conditional sentences есть две части. Часть до запятой и после запятой. Мы их, давайте назовем их, if-часть, часть, в которой есть if, если. Вторая часть после запятой, назовем ее часть результата. Result part. If part, result part. Часть где если, часть результат. Это важно знать, потому что у всех четырех conditionals разные структуры и нам нужно запомнить, что мы ставим в части if и чего мы не ставим никогда. Об этом мы тоже поговорим. И что мы ставим в части результата. Итак, conditional zero. Zero conditional говорит о фактах и о вещах, которые always true. Это так всегда. Это какие-то базовые истины, факты. Если ты вскипятишь воду, нагреешь ее до 100 градусов, она закипит. Это базовая истина. Если ты так сделаешь, так будет произойти всегда. Или, когда я бегаю, я потею. Или, если я бегаю, я потею. То есть, так происходит всегда. Вот за это отвечает zero conditional. Его структура. В части if мы ставим present simple или present continuous. If I do. В части результата мы ставим модальный глагол или тоже present. Либо императив. Например, приказательное предложение, типа делай это. И так далее. Несколько примеров. If you see him, don't say hello. Увидишь его, не здоровайся. Это zero conditional. If you see him, здесь часть настоящего времени present. Don't say hello. Здесь мы поставили императив. Не делай этого. Когда идет дождь, он остается дома. Так происходит всегда, когда идет дождь. He stays indoors. Мы поставили в первой части present continuous в данном случае. If it's raining. He stays indoors. Это тоже present. В обоих частях. Обычно в обоих частях в zero идет present. В обоих частях. A computer doesn't work if you unplug it. Все это знают. Компьютер не будет работать, если ты выдержнешь его из розетки. Unplug. Это когда вы выдираете из розетки. Компьютер doesn't work if you do it. If you unplug it. Мы поставили present. Компьютер doesn't work. Так происходит всегда. Итак, это был zero conditional. Основные истины обычно идет в обоих частях. И в части результата present. First conditional или первое условное предложение. Мы говорим о том, что может произойти в настоящем или будущем при определенном стечении обстоятельств. Если вот это условие if будет сделано, тогда и вторая часть может произойти. Сделаешь так, будет вот так. В этом conditional в части if мы ставим тоже present. А вот в части результата уже добавляется will плюс глагол. Не просто present, а will плюс глагол. Если я пойду по магазинам, я куплю хлеба. Я пока не знаю, пойду ли я. Но если пойду, то куплю. Если ты закончишь работу к шести, домашнюю работу свою, можешь пойти поиграть. Мы поставили в первой части present. В нашем случае present perfect. Can поставили во втором. Тоже возможно. Can это модальный глагол. Тоже можно. Даже если will нету. То есть, если ты сделаешь, соблюдешь первую часть, тогда вторая станет возможной. If you don't give up on Elvis, Elvis won't give up on you. Если ты не предашь Элвиса, Elvis не предаст тебя. Окей, запомните. Это самая главная мысль этого выпуска, дорогие друзья. И здесь мы видим, что мы в первой части поставили present. If you don't give up on Elvis. If you don't. Elvis wants, что значит will not. Elvis will not give up on you. Если ты соблюдешь первую часть, тогда вторая часть станет возможной. If you don't give up on Elvis, Elvis won't give up on you. А теперь, дорогие друзья, огромный ахтун. Вообще, будьте осторожны. Потому что сейчас я вам скажу о самой распространенной ошибке, которую делают русскоязычные изучающие кондешиналс, изучающие английский язык, ученики. Вообще, просто повально все это делают. Из-за того, что в русском языке мы говорим, в обоих частях мы говорим, как бы в будущем мы выражаем. Если ты пойдешь, тогда я пойду. Мы говорим так. Или если ты вот это сделаешь, тогда я вот это сделаю. В русском языке мы в обоих частях говорим, как будто они будущие. Поэтому студенты в обоих частях ставят will или would. Например, if you will go, I will go. It is not correct. Никогда не ставьте will или would в части с if. В английском нужно эту мысль выразить. Если ты идешь, я пойду. Если ты покупаешь хлеб, я его поем. В русском мы ставим, если ты купишь. А в английском в части if ставить will или would нельзя. Don't do that. If you go, I will go. А не if you will go, I will go. Окей? Эту ошибку допускают, ну вот, подавляющее большинство всех, кто изучают английский язык и доходят до conditionals. Don't make that mistake. Теперь поговорим о second conditional. Second conditional это уже, как я сказал в начале выпуска, воображаемая ситуация. Она маловероятна и она, скорее всего, существует только у вас в голове. Как бы вы хотели бы, чтобы что-нибудь было бы по-другому. И что-то в этом духе. Структура. Теперь мы уже в части if, до этого мы все время ставили present, да? В zero мы ставили present, в first мы ставили present. Теперь мы больше present не ставим в первой части. В части if теперь мы ставим past, а в части с результатом мы ставим would и глагол. If you did something, I would do something. Второй conditional говорит о воображаемой ситуации, которая касается настоящего или будущего. Это важно. Это очень важно. Потому что мы чуть позже будем говорить о третьем conditionals, и вам нужно вспомнить эту мысль. Итак, еще раз. Второй conditionals говорит о воображаемой ситуации и ее воображаемом результате, настоящем или в будущем. Если бы ты мне помог, было бы круто. Мы либо говорим о том, что если бы ты сейчас мне помог, было бы круто, но ты мне никак не помогаешь. Либо в будущем мне было бы круто, если бы ты помог. Мы не говорим о прошлом. Мы не говорим о прошлом во втором Conditionals. Мы говорим о настоящем или будущем. Несколько примеров. If I had the money, I would travel around the world. If I had, мы поставили прошлое. I would travel. If I had, I would travel. Если бы у меня были деньги, я бы путешествовал по миру. Но денег у меня нет сейчас. И в будущем, и сейчас я путешествовать по миру не смогу, потому что денег нет. Жаль, хотелось бы, чтобы они были. Ситуация воображаемая. If I had the money, I would travel. But I don't have the money. If I were you, I'd think about living him. Если бы я была на твоем месте, говорит девушка другой девушки, я бы подумал о том, чтобы его бросить. If I were you, мы поставили past в части if, I would think about living him. Я бы подумал о том, I would think about. Мы еще раз ставим в части результата would. Ситуация воображаемая. Она касается либо настоящего, либо будущего. И она воображаемая, потому что человек говорит If I were you, but I'm not you. Я не на твоем месте. Я – это не ты. Ситуация нереальна. If I were you, but I'm not you. I would leave him. Or I would think about living him. Окей? И самая, наверное, известная, одна из самых известных песен Джастин Бибера. Он поет Если бы я был твоим парнем, я бы тебя ни за что не оставил и бы и не бросил. If I was your boyfriend, поставили мы прошлую здесь в части if. I would never let you go. Я бы тебя не оставил ни за что. If I was, I would. I would never let you go. И, наконец, мы дошли до третьего кондишнлса. И я бы сказал справедливо, что он, наверное, самый сложный. Потому что у него самая сложная структура. Мы используем третий кондишнл. И теперь вспомните информацию. Второй кондишнл – это воображаемая ситуация из настоящего или будущего. А вот третий – это воображаемая ситуация и ее результат в прошлом. Если бы тогда я что-то сделал, тогда бы в прошлом было бы что-то так. Если бы я не проспал, меня бы тогда не уволены. Вот простой пример, да? То есть вы уже говорите о прошлом. Не о настоящем, не о будущем, а о прошлом. Если бы тогда в прошлом я не проспал на работу, меня тогда же в прошлом бы не уволили. В русском языке мы, по-моему, вообще, говоря о таких ситуациях воображаемых, мы не делаем различия между в прошлом это было или настоящим, да? Мы в русском не делаем различия между вторым и третьим кондишнлс. Мы говорим, если бы ты помог бы мне, было бы круто. И уже надо дополнительно спрашивать. Ты сейчас говоришь о настоящем, будущем или прошлом? В английском это идет разделение. Если я мечтаю о том, чтобы ситуация была другой, настоящим, тогда второй кондишнлс. А сейчас мы говорим о третьем. И еще раз напомню, она касается прошлого. Несколько примеров. Но перед примерами структура. В части if теперь, слушайте, пожалуйста, внимательно. Задача усложняется. В части if мы ставим past perfect. Это had и третья форма глагола. If I had done something. В части после запятой, как мы ее назвали, часть результата, мы ставим would have и третью форму глагола. Итак, еще раз. В части if past perfect, в части результата would have, или он сокращается до would've, 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 и третья форма глагола. Несколько примеров теперь. If I had known you were coming, I would have prepared a vegetarian dish. Если бы я знала тогда в прошлом, что ты придешь, я бы приготовила бы вегетарианское блюдо. Потому что я знаю, что ты не ешь мясо. Но ты пришел тогда в прошлом неожиданно. Я не знала. Наготовила мясо. Жаль. Все случилось в прошлом. Если бы я знала, что все вот так вот будет, я бы тогда не получил бы обезвоживание. Говорится в этом мультике. Все случилось в прошлом. Тогда я о чем-то там не знал, что все получится так, как получилось. Но если бы я знал, я бы не получил детокс, не получил бы обезвоживание. Говорит нам этот мультяшный персонаж. Все случилось в прошлом. Жаль, что там что-то в прошлом не срослось. Если бы ты не настояла на том, чтобы сменить рубашку, мы бы не опоздали на автобус. Там в прошлом. Если бы ты в прошлом тогда не настоял бы на этом. Мы бы там в прошлом, автобус бы не пропустили. Дорогие друзья, я понимаю, что материала очень много. Вы можете это видео пересматривать, естественно. Это такое видео, которое стоит пересматривать, если вам нужно понять, как использовать глаголы. И, конечно же, чтобы всю эту информацию закрепить, вы можете пройти тесты, которые мы сделаем в Инстаграме, и закрепить свои знания. Мы добавим их в вечные истории, которые не умирают, не исчезают. Окей? And you can practice. Дорогие друзья, я надеюсь, что это был полезный выпуск для вас. Если это так, не забудьте поставить лайк этому видео. И увидимся очень скоро. Это Max English Show. Bye.